что у нас было на прошлой лекции на чем мы с вами закончили минимальное основное дерево и алгоритм прима был такое было чудесно вот смотрите сегодня мы будем с вами с этим продолжать а но перед тем как пойти дальше на семинарах почти наверное вам что-то сказали что существует какой-то алгоритм краскала крускала как вы только не называют беда бедолагу вот и для того чтобы к нему перейти необходимо сначала поговорить про систему непресекающихся множеств это достаточно важная интересная тема сама по себе что такое систем непресекающихся множеств представьте следующее у вас есть некоторая такая задача в том что у вас есть n элементов они как-то перечислены и вот вы присваиваете им номера и они могут быть разбиты на не пересекающийся множество вот здесь вот представлена а1 а2 а и какой-то маката а1 это 024 а2 это 16 а к опять например вот требуется построить какую-то эффективную структуру данных которая будет поддерживать три операции это make set это создать новое одноэлементное множество то есть я могу вводить новые элементы давать им новые номера find set а он возвращает некоторый идентификатор множество то есть какому множеству она относится но не знаю эти все вершины там вершины или какие-то элементы они там красные грубо говоря вот find set может возвращать вот это вот понимание какому именно множеству мы относимся то есть в данном случае там не на к а1 а2 а3 и так далее а к этому какому-то из них а и мы будем считать что два множества лежат ой два элемента лежат в одном множестве когда у них find set а как раз таки одинаковые вот и последнее что нам нужно еще union union это когда мы хотим объединить два множества мы кстати ничего не поддается он просто увеличивает на один количество элементов создает новые новое множество из одного элемента из какого элемента а вот мы говорим что у нас точно мы знаем что у нас n элемент значит из n плюс 1 вот то есть она так вот увеличивается итеративно можно это прописать внутри make set а здесь как удобно но в данном случае мы будем делать так а а что здесь есть какие есть день а идея номер один давайте с вами организуем следующую структуру а у нас будут множество у каждого из множества будет некий представитель представителя множества будет являться один из элементов этого множества мы скажем просто вот ты главный и все вот ну вас так старость выбирали да скорее всего вот ты главный типа все делай что хочешь а это это представителем множество и все ссылаются на него все элементы которые у нас есть в этом множестве когда мы будем вызывать find set они будут указывать на этого представителя вот здесь вот у нас с вами нарисовано а 208 547 и смотрите 0 и 5 они указывают на 2 и 8 тоже и они говорят что я ссылаюсь на представители 47 ссылаются на 8 а 8 ссылается на 2 то есть мы будем вот так вот итеративно ходить до того момента пока мы не дойдем до какого-то элемента который ни на что не ссылается благодаря этому всему мы с вами построим такой вот лес не пересекающихся множеств а в этом лесу не пересекающихся множеств мы с вами как раз таки и будем говорить что мы можем находить представители представители будут эти корни на которые ссылаются вот и все понятно что происходит она как это выглядит между собой а сама по себе структурка не сложная правда вот а как написать find set представляете здесь как да а то есть просто идем вверх и склады а вот если мы захотим объединить эти множество чем и сделаем да да то есть один корень возьмем переподвесим мы покажем что он будет теперь указывать на какой-то другой корень в действительности все достаточно просто find set можно написать вайлом а можно писать рекурсивно но как бы здесь как вам удобнее но фактически find set будет делать вот такую вот вещь он будет вайлом идти до тех пор пока x не равен parent у x то есть пока он сам на себя не указывает и подниматься по parent им как только он дойдет до этого момента он вернет сам x то есть вот это тот представитель который нас является данного множества что важно понимать важно понимать что а у нас время работы find set а будет зависеть от высоты какая может быть максимальная высота n не прикольно и с этим работать не интересно вот это первый момент который мы должны понять что с всем делать нам надо подумать 2 июня мы объединяем наш а наше множество по факту мы просто переподвешиваем у x находим а являя кто является представителем у y находим кто является представителем и говорим что parent x а становится y вот то есть x это вот тот самый то самое множество с которым мы работаем здесь все понятно все просто звучит хорошо а вся проблема именно в этом вырождении а в том что у нас будет работать все за у от н это не прикольно это не круто что же делать какие есть идеи бинарные ой ой сбалансировать его еще вот это вот все не 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 хочу учитывая что их переподвешивать будет неудобно друг дружке кучу сделать тоже не прикольно потому что мы потом должны как-то переподвесить их друг другу они могут элементами расходиться давайте я вас верю много разных деревьев но такого еще не было много разных деревьев проходили это правда смотрите давайте начнем с простой мысли вот у меня есть конец вот такое дерево и такое дерево какое подвесить какому лучше правое к левому почему чтобы высота не росла вот хорошо и вот сделайте сделать указатель вот таким вот образом правильно то есть я могу так их взять и объединить и в действительности это называется ранговый евристикой то есть подвешивать менее глубокое дерево к более глубокому а в этом случае что у нас происходит когда мы подвешиваем менее глубокое более глубоком высота не растет сама по себе согласны как это оценить мы сейчас будем с вами оценивать к чему это приведет но в действительности когда мы так объединяем до нас все хорошо единственный случай когда у нас высота может возрасти это только тот случай когда у нас одинаковая высота у обоих этих множеств в этом случае выраста высота вырастет на 1 и неважно какое мы какому подвесим согласны вот поэтому юнион будет выглядеть так рангом выступает здесь глубина дерева это называется ранговый евристика это улучшение того того процесса который у нас есть мы сначала находим представителя у x представители у y говорим что теперь x и y это представители дальше мы сравниваем ранг у x и ранг у y если какой-то из них меньше то меньше подвешиваем к большему если одинаково тогда нам здесь без разницы мы их подвешиваем одно к другому например здесь у меня подвешен x к y и мы увеличиваем ранг y на 1 потому что мы знаем что у них высота одинаковые значит высота увеличилась на 1 согласны вот это первый момент который у нас есть за сколько это работает и почему это хорошо в действительности утверждение следующее при использовании ранговые вристики размер дерева с корнем в x будет равен 2 в степени вот ранг x больше либо равен количество вершин количество вершин в наше множество вот утверждение такое как будем доказывать но это можно но это сложно по индукции да в действительности легче всего по индукции сделать почему бы нам не попробовать это сделать смотрите а в начальный момент времени когда у нас один элементик мы говорим что у нас высота дерево 0 согласно с тем что один больше либо равно одному правда логично чудесно значит а это база индукции сделано теперь когда мы говорим с вами о продолжении этого всего у нас есть два по дерева для которых выполнено данное условие что а сайз x больше либо равно чем 2 ранга x 2 степени ранг икс и и y больше либо рота сайсы игрека больше либо равен чем 2 в степени ранг y отлично какие есть два варианта без ограничения общности если с ограничением то три варианта но будем считать что у нас ранг x либо больше либо равен То есть меньше аналогичен вот первому случаю, который был. Мы говорим, что если у нас ранг x больше, чем ранг y, то в этом случае я y подвешиваю к x. Размер моего x будет равен size x плюс size y. Согласны? Ну, как бы я соединил все вершины, получил два размера. Это больше либо равно, чем 2 в степени ранг x плюс 2 в степени ранг y. Правильно? Правильно. Из утверждения, которое было выше, то, что мы предположили. Чудесно. Могу я выкинуть два ранга y? 2 в степени ранг y? Ну, могу. Ничего не изменится. Отлично. Я говорю, больше либо равно, чем 2 в степени ранг x. А теперь смотрите. Ранг x и ранг штрих x, это вот когда мы добавили вершины, они одинаковые или нет? Ранги. В этом случае да. Почему? Потому что высота не изменилась. Согласны? Задайте вопросы. А то вы смотрите, читаете и либо не понимаете, либо понимаете. Понятно, что происходит? Как этот случай выглядит? Он выглядит вот так. Только здесь x, здесь y. Высота не изменилась, ранги не изменились, поэтому ранг у x и у нового x одинаковые. Все чудесно. Мы доказали для этого случая. Теперь вопрос встает, когда у нас одинаковые ранги, у нас увеличивается высота. Давайте смотреть, что у нас происходит. Мы говорим, что size' штрих, ну то есть вот новый, который у нас есть, размер, ну он, естественно, складывается из двух сайзов. Что логично. Вот. А это раз. Дальше мы говорим, что по предположению нашей индукции это 2 в степени ранг x плюс 2 в степени ранг y. Смотрите, ранг x и ранг y равны, равны, значит, 2 в степени ранг x плюс 1. Да? Ну а ранг x плюс 1 это высота моего нового дерева. Это тот самый новый ранг x. Поэтому это 2 в степени ранг 3х. Логика простая. Окей, принято. Чудесно. Какое из этого следствие? Из этого следствие, что высота нашего вот этого дерева, которое есть, оно не больше, чем логарифм. Ну, смотрите. Высота у нас меньше ранга, ранг меньше чего? Под рангом высоту. А, я понял. Смотрите. Мы говорим о том, что у нас здесь немножко в другую сторону меньше либо равно должно идти. Высота это и есть ранг. Все верно. Тут равно должно быть. История. Ошибочка. Хорошо. 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 Еще раз. Ну, для нулевого элемента, да, типа, ну, как бы это не сильно считается. Не совсем так. А, ты имеешь в виду, что вот здесь h от x и вот здесь разный h от x. Смотрите, я беру максимальный h от x и говорю высота. Ста моего дерева. Вот. Ну, в действительности, как бы, берем логарифмируем и получаем логарифм. Окей? То есть, у меня уже логарифмическая здесь сложность. И она лучше, чем от n. Уже хорошо. Что-то мы с вами сделали. Как еще могу улучшить? Как вы думаете? Нет, 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 это перебор. А? Зачем? Зачем каштаблиться? Беда. Давайте еще. Смотрите. Вопрос следующий. Предположим, что у этой вершины я вызываю. Скажите мне, вот я вот поднимаюсь, прихожу к своей вершине x, которая является представителем. А нелогично, что пока я поднимаюсь, вот это, ну не знаю, давайте 0, 1, 2, 3. Почему бы мне не сделать так, чтобы в следующие вызовы я не поднимался больше так долго и сделать вот так. Ну нет, 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 я поднимаю вот именно каждую из вершинок, то есть я смотрю, ага, 1 указывает на x, ну отлично, 2 давайте вот я подниму тоже выше. Ну, как бы зачем я буду еще раз ходить? Я же файнсетом все равно буду спускаться вниз и искать это, точнее идти вверх и находить представителя. Почему бы сразу все это не переподвешивать? Но здесь я буду делать это рекурсивно, то есть смотрите, я спускаюсь сюда, спускаюсь сюда, спускаюсь сюда, нахожу, грубо говоря, что мне нужно, а потом поднимаюсь обратно. То есть раскручивать стек я буду. Ну, точнее, вот так, да. Нахожу представителя и в обратную сторону говорю, что 1 подвешивается к иксу, parent у 2 становится x, parent у 3 становится x. Ага. Ну почему бы так не сделать? Как вы думаете, как называется такая эвристика? Мы до этого дойдем. Нет, не будет. А в действительности это просто называется сжатие путей. Это эвристика сжатия путей. То есть смотрите, как ее добиться? Ну, достаточно просто. Мы делаем файнсет от какого-то икса и говорим, что если x равен parent у x, то возвращаем x. Ну, то есть сам корень нашли. А если нет, то мы говорим, что parent x равен файнсету от parent x. Что здесь означает? Ну, вот у меня есть некоторая вершина. Некоторая вершина здесь. Я говорю, файнсет, а parent вот этой тройки, он равен файнсету от parent этой двойки. Ну, вот от этой двойки смотрю. Теперь от нее я смотрю на единичку и такой, ну вот, parent у двойки равен файнсету от единички. И поднимаюсь. Дальше, когда я дошел до конца, то есть дошел до окончания своей рекурсии, я раскручиваюсь назад. Один становится x, два указывает на x, три указывает на x. С точки зрения написания кода, изменили мы ровным счетом почти ничего. Ну, то есть не сильно много у нас здесь вернулось. Согласны? Но вот с точки зрения евристик у нас появилась хорошая вещь. Что нам это само по себе дает? Это утверждение без доказательства. Звучит оно так. Если вы используете евристику сжатия путей плюс ранговую евристику одновременно, то в этом случае файнсет работает за o от обратной функции Аккермана. Ну, как бы вы видите, здесь обратная функция Аккермана, а альфа от единички, 0, альфа от 3, 1, альфа от 7, 2, альфа от 61, 3. Как вы думаете, какое следующее, чтобы было 4? 2 в степени 2 в степени 2 в степени 2, 65 536. Минус 3. Это будет 4. Очевидно, что. Все правильно. Смотрите, обратная функция Аккермана растет крайне медленно. Она, конечно, растет, но очень медленно. Поэтому в этом случае мы говорим, что это почти константа. Понятно? Вот. Ну, чтобы нам не надо было это все доказывать, поэтому у вас с теоремой без доказательств. Ура! Вот. Кроме того, вы периодически, если где-нибудь будете читать про систему непересекающихся множеств, в виде ранга можете увидеть не высоту, а можете увидеть количество элементов. И вот просто к менее кучному, назову так, дереву, вы подвешиваете там. Чем более кучное, подвешите к менее кучному. Вот. Так тоже можно. Такое тоже будет работать и тоже работает функция Аккермана. Если немножко другой констант, у нас останется такая же. И как бы все хорошо. Кроме того, задачка всем на подумайте. Я попрошу семинаристов, может быть, с вами подумать. Я подумаю об этом, чтобы предложить семинаристам. А почему евристика сжатия путей одна сама по себе тоже будет давать логарифм? Вот. В общем, вот такие вот приколы. Прикольная структура данных. Как вы делаете? Как вы делаете? Смысл? Есть какой-то? Откуда это появилось? Ну, где здесь. Здесь, к сожалению, прям без четкого доказательства не сказать. Потому что нужно сначала поговорить про функцию Аккермана. А потом брать обратную функцию Аккермана. То есть здесь чуть больше от этого всего. Но если очень хочется, можно почитать странички, наверное, 4 доказательства в Кормане. Если не ошибаюсь. Вот. Ну, как бы 4 странички в Кормане это много для доказательств, на самом деле. Но такое есть. Есть еще вопросы? Понятно? А теперь смотрите. Как вы думаете, зачем я вам это все рассказал сейчас? Для Миностова. Зачем Миностове? Я так сказал. Хорошо. Есть еще варианты. Вот давайте. Кроме этого. Смотрите. Помните лему о безопасном ребре? Был такое? Мы сейчас немножко, немножко уйдем в сторону. Но по сути будем говорить о том же. Представьте, что у меня есть некоторый граф. Какой-нибудь такой. Мне нужен Миностов отсюда. Давайте представим каждую вершину как какое-то свое множество. Какое ребро лучше всего добавить сюда, чтобы оно вот было минимально остовным деревом? Самое маленькое. Логично? Логично. И причем это ребро должно соединять два разных множества. Иначе, если оно уже в одном множестве вершины находится, зачем их соединять? Согласны? То есть, ну давайте здесь чиселки мне придумайте. 7, 12, 1, 3, а, 5. Все. Хорошо. Вот. А, смотрите. Грубо говоря, представьте, они разукрашены там разные цвета какие-то. Вот вы берете самое минимальное ребро из своего графа и говорите, ага, проведу его. Теперь вот эти вершины разукрашены одинаково. Фактически они будут, ну не знаю, там нулевого цвета какого-нибудь. Вот это там будет 1, 2, 3. Что я делаю дальше? Я смотрю с вами и говорю, ага, следующее ребро 3. Оно соединяет множество 0 с множеством 3. Оно соединяет разные множества, нам их все равно нужно соединить в конце концов, поэтому давайте я их соединю. И тогда тройка станет там нулевым множеством, например. Пойдем дальше. 3, теперь у меня 4. 4 будет соединять первое со вторым множеством. Разные множества. Разные. Давайте соединю и пусть это множество станет единичкой. Теперь у меня осталось 2 множества. Осталось их как-то соединить. Давайте смотреть. Вот у нас уже использовано это ребро, это ребро, это ребро. И все пока. Осталось 5. Следующее 5. 5 соединяет первое и нулевое множество. Давайте это соединим, и теперь все множество единичек станет нулевым. У нас все соединилось. Но мы должны дорассмотреть ребра, потому что так алгоритм будет работать. Мало ли, последнее ребро будет самое нужное, к примеру. А вот. Будем с вами работать. Вот. Как работает данный алгоритм? Ну, к сожалению, вам ребра не всегда в отсортированном списке даются. Поэтому нужно сначала считать ребра, потом по весу их отсортировать. Вот это самая сложная операция здесь, которая есть, и работает она за елок в. Ну, е, лок е, как угодно. Одно и то же будет, лок е и лок в. Ну, а дальше проходимся по всем ребрам. Создаем сначала n представителей, сколько у нас есть вершин. Дальше мы проходимся по всем ребрам и соединяем наше множество. Делаем union. Если у них разные представители. И так мы понимаем, какие ребра мы вкладываем, какие нет в миностов. Понятно? Вот так работает данный алгоритм сам по себе. Вот. Нет ничего сложного. Угу. Я помню, когда... Какой вопросик? Можешь задать? Вы можете задать вопрос? Понимание в своем деле не было. Мы ищем ребра. Ну, не обязательно. Минимальное основное дерево — это то, где мы оставляем все вершины, и граф должны получить связанным, добавив с минимальным суммарным весом. То есть граф должен быть связан просто. Вот. Еще есть вопросы? Нету. Вот. Расскажу поучительную историю, относительно поучительную. Это, получается, мой был то ли первый курс, то ли второй. Я уже не помню, когда был этот алгоритм. Вот. Я решил, что, типа, на итоговом контесте я напишу сначала алгоритм примы. Он мне не заходил. Вот. Ну, просто категорически не заходил. После этого я взял все, переписал на алгоритм краскала, и все получилось. Такая вот маленькая история. Причем, ну, как бы, алгоритм примы, я причем помнил, как он пишется. У меня был написанный даже. Вот так получилось, что он оказался у меня написанный. Но он не работал, понимаете? Вот. То есть такие вот ситуации тоже бывают. Осторожнее с этим. Лучше понимать алгоритм, потому что алгоритм краскала, я просто помнил основные концепции идей. Вот. Алгоритм примы мне никогда не нравился. Но так уж получилось. Сейчас я отношусь к нему, назову это так, толерантно. Окей. Последний алгоритм про Минастовы. Это алгоритм барувки. Алгоритм барувки в действительности соединяет в себе какую-то часть из примы, какую-то часть из краскала. Каким образом алгоритм барувки работает? Я лишь объясню сутевую его часть. Покажу код, мы с вами его разберем. Но вот прям сильно-сильно погружаться вы, если что, на семинарах это сделаете. Смотрите, у вас все так же существует множество деревьев в самом начале. Вот V одноэлементных вот этих вот деревьев, которые есть. А для каждого отдельного дерева вы ищите минимальное ребро, которое из него исходит. И оно должно связывать его с другим каким-то представителем. Вы связываете их, после чего добавляете эти ребра в ваш Минастов и обновляем эти деревья. То есть обновляем вот это вот множество деревьев, которые у нас есть. В системе непосекающихся множеств. И повторяем это до тех пор, пока у нас количество деревьев больше одного. Почему это работать должно быстрее? Да, мы каждый раз можем уменьшать почти в два раза. Мы не будем это сильно много доказывать с алгоритмом барувки. Но просто в том суть, что да, если в краскале вы идете по одному ребру каждый раз, то в этом случае вы просто смотрите минимальное на каждом шаге для каждого из элементов. Вы пытаетесь их связать. Все. Понятно? Смотрите, краскал что делает? Он смотрит конкретное ребро и смотрит, что здесь происходит. Что делает барувка? Давайте на этом же примере. Что у нас тут? Ну, давайте смотреть. Я беру вот это вот элементик. Какие минимальные ребра, какие ребра из него выходят? 4, 12, 7. Какое для меня выгодно? 4. Отлично. Иду дальше. Смотрю. В этом, какое для меня выгодно ребро минимальное? Какое ребро для меня выгодно? 4, 5, 8. 4 опять. Ничего не происходит. Хорошо. Поехали дальше. В этой вершине 7, 1, все. 1, в этом, в этой вершине 1, 12, 5 и 3. 1. Оставляю так же. А здесь смотрю 8 и 3. 3. Смотрите. Видите, после первого обхода я уже соединил вот так. Алгоритм же краскала в самом начале провел мне лишь вот это ребро. Понятно? То есть мы здесь идем итеративно, добавляя по одному ребру и проверяем, и сделаем эту систему непосредственности. Здесь же наоборот. Мы с вами раз, хлопнули. И теперь смотрите, что мне осталось. У меня появилось два вот таких вот множества. Давайте теперь их соединим минимальным ребром. Можем? Можем. Получится вот так. Откуда узнаем минимальное ребро? Мы можем пройтись по всем вершинам. Мы можем хранить эти минимальные ребра и смотреть, как... Ну, то есть мы можем там ходить в вершинку и смотреть, что там происходит вообще, в принципе. Вот. Можем делать похожий на прима. Помните, у нас был разрез, мы обновляли, вот это все такое. Вот. Можно делать здесь разными вещами. Но, а как выглядит вообще весь этот код? Смотрите. Мы с вами строим вот эту систему непресекающихся множеств. С самого начала. И дальше мы говорим, что пока у нас множество не одно, мы повторяем один и тот же код. Какой код? Мы смотрим минимальное ребро. Ну, вот у нас минимальные ребра. Мы будем сохранять их как раз-таки в нашем массивчике. Дальше проходимся по всем ребрам, которые у меня есть. Я говорю, что у меня есть компонента V, есть компонента U. Смотрю, в разные ли компоненты это смотрят. В разные, тогда буду их соединять. Не в разные, не буду их соединять. Ну, то есть, если в одно и то же компоненты это смотрят. То есть, я прохожусь просто по всем ребрам. И благодаря тому, что я прохожусь, сколько раз я пройдусь, ну, я прохожусь E раз. Ну, мне нужно пройтись по всем ребрам, чтобы проверить в самом начале. А дальше, вот сколько раз вот это вот все будет объединяться друг к дружку. Ну, где-то логарифм на самом деле. Поэтому это будет E-лог. Ну, вопрос константы. Это чуть быстрее будет. Вот. Так что так. Понятно, что делает алгоритм Баруфки? Вот, он просто некоторые вот части оттуда, части отсюда. Вот, оно так получилось. Ну, больше всего он на краскало, конечно, похоже. Вопросы остались к минимальным основным деревьям? Нет. Нет. Тогда переходим к одной из самых интересных тем. Называется «Кратчайшие пути». Что помните про «Кратчайшие пути»? А? Зря. Все ее любят. Особенности на собеседование. Потому что все ее... Почему-то на самом деле «Кратчайшие пути» запоминаются. Вот, то есть, как бы у этого есть максимальное практическое применение. Вот. Потому что представьте следующую картину. Вот у вас есть... Вот любите вы играть, не знаю, на миникарте тыкаете, и вот вам нужно дойти до какого-то места. И он же вам как-то это прокладывает по минимальному пути. Вот. А навигатор. Ну, как бы сейчас это чуть более интеллектуальная вещь, чем просто типа от точки до точки посчитать километры. Но, опять же, вот у вас как-то строит этот некоторый граф, как вам пройти. Но там уже учитываются пробки и так далее. Там накрутили, навертели. Но суть все равно остается такая же. И так далее. То есть, это... «Кратчайшие пути» — это одно из самых применимых, что есть. И пока что вы знали только один алгоритм поиска. BFS. Был такое. И 0k BFS был. Был такое. Отлично. Теперь давайте говорить про кратчайшие пути в принципе. Смотрите. Представьте, что у нас как бы не целые числа могут выступать для нашего графа весами наших ребер, а вообще любые действительные числа. То есть, существует некоторая весовая функция из ребра в какое-то множество положительных пока чисел. Ну, не отрицательных. Окей? Не отрицательных чисел. И вот у нас есть некоторая вершина S, и вот из нее нужно найти кратчайшие пути до остальных вершин. Ну, то есть, вот откуда, как я должен ходить из моей вершины S в остальные вершинки? За сколько минимальное количество времени я могу дойти? То есть, от конкретной вершины до всех остальных. Вот такая вот построение задачи. Понятная задача? Задача как бы изучить несложно. И первое, что здесь есть, это алгоритм Дейкстера. Смотрите, алгоритм Дейкстера очень похож на алгоритм Прима. Вы не поверите. Это вот почти что одна и та же сущность будет. А алгоритм Дейкстера... Прима же, я же не ошибся. В действительности мы будем говорить с вами следующее. В любой момент времени мы будем поддерживать два каких-то множества. Множество вершин, которые мы уже прошли и нашли там кратчайшие пути, и множество непокрытых вершин еще. Это будет два непересекающихся множества, и у них есть разрез. Ну, это разрез просто нашего графа. Правильно? Вот. И что будет делать алгоритм Дейкстера? Он будет находить минимальное ребро из этого разреза, между этими разрезами, и говорить, вот пойду по нему. И тогда мы будем находить расстояние до наших вершин. Вот. А мы будем поддерживать это все в массиве некотором dist. Ну, d здесь. d, где мы будем хранить сам этот кратчайший путь. И в зависимости от него, куда-то идти. То есть мы будем вот так вот расширяться, 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 и смотреть, что у нас происходит. Вот. Ну, то есть, давайте опять нарисуем какой-нибудь граф. Вот так хочу. Представим, что я хочу из этой вершины пойти. Вот у меня есть так, 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 ребро. Вот так. Вот. Я буду выбирать минимальные ребра из этих. И дальше по ним ходить. Как вы думаете, это будет работать вообще? Будто бы нет. Как будто бы да. Непонятно. Так мы же смотрим по разрезам. То есть представьте, что мы вот добавили вот эти все вершины. Мы же пойдем во все остальные. Они же как-то связаны с другими. Ну, либо граф не связан. Как выглядит сам алгоритм Dijkstra в этом случае? Ну, смотрите. Мы все так же говорим, что у нас есть одна вершина, и есть другое множество вершин. Мы говорим, как мы будем отличать множество одно от других. Мы будем говорить, что в одном будет лежать бесконечность, ну, вот размер, который у нас есть. В другом какое-то число. То есть если мы можем дойти до вершины, у нас будет там уже какое-то число. Вот. В этом массиве D мы будем с вами поддерживать следующее. Что расстояние до вершины S нулевое. Почему? Потому что мы из нее стартуем. Правильно? Поэтому там размер все такой же. До всех остальных вершинок мы говорим, что если у нас есть ребро от S, то мы сделаем это расстояние ровно нашим весам. Ага. То есть давайте, ну, не знаю, назовите мне еще числа, мы с вами проделаем весь алгоритм Dijkstra, будет понятнее, думаю. 3, 1, 5, 10. Кто-то очень любит нечетные числа. Дальше. Так, после этого сразу четные. Хорошо. 2, 11 и 13. 13. Я услышал 13. Хотите 32 сделаю? Пусть будет 13. Окей. Чуть-чуть несчастье не помешает. А, в общем-то, что мы с вами делаем? Мы говорим, что у нас в S хранится вот эта вот нулевая вершина в начале. Стрелочки поставим. Хорошо. Я ставлю максимально рандомно. Он для всех работает. Пойдет такие стрелочки? Все вроде связано. Ну, могу здесь в обратную сторону. Интереснее. Окей? Окей. Хорошо. Значит, смотрите. Первоначально мой массив D, он какой? Вот в моем множестве S хранится только вот эта вершинка. Да? Массив D, он следующий. Значит, у нас там ноль. До вершины 1 я дойти не могу. Да? До вершины 2. Где у меня 2-то? Вот это 2. Да? До вершины 2 я дойти могу, и там 3. Дальше до вершины 3 я могу, и здесь 1. Потом 4 не могу, 5 не могу. Своей вершинки. Логично? Логично. Что я дальше делаю? Я говорю, ага, давайте найдем здесь минимальная чиселка. Ну, нет, S не считаем. Для всех вершин без S. 1. Такой. Угу. Хорошо. В этом случае я расширяю свое множество S и говорю, что вот оно. Окей? И вот эти вот... Ой, ой-ой-ой. Сори. Не туда. Посмотрел. Вот это множество S. Правильно? Сырных мелков нету. Сори. Не могу выделять красиво. А вот, 0 и 3 у меня получается. Правильно? То есть вот это и вот это теперь лежит в моем множестве. Могу ли я из нулевой вершины все еще куда-то попасть? Ну, то есть что-то, что я не учел вот среди вот этих чисел. Вроде нет. Значит, давайте мы обновим массив D уже для этой тройки. То есть тройка только может куда-то увеличить или уменьшить, или что-то с этим сделать. Правильно? Давайте смотреть. А мы с вами говорим, что у нас, чтобы дойти из этой нулевой вершины в любую другую, нам нужно пройти через 3 и куда-нибудь еще. Согласны? То есть расстояние до этой вершины нужно учитывать. Потому что я же хочу смотреть на расстояние от своей нулевой вершины. Согласны? Поэтому массив D у меня будет обновляться примерно следующим образом. Здесь все будет 0 и 1. Это уже зафиксировано. Смотрим. До второй вершины я могу добраться? А, кстати, до первой вершины. До первой вершины я все еще не могу добраться. Согласны? Поэтому тут остается бесконечно. Теперь смотрим на вторую вершину. У меня было 3. А если я пойду через третью вершину, то у меня будет 1 плюс 10. 11. Кажется, невыгодно. Правильно? Поэтому мы оставляем все так же тройку. До 4. Чтобы дойти до 4, я должен вот это расстояние 1 и прибавить еще 6. Получаю 7. Ну и до 5 у меня будет 8. Теперь смотрите. Я вот это и вот это, оно у меня зафиксировано. Я смотрю на все остальные вершины. Какая у меня самая минимальная? 3. Это у нас вершина номер 2. Согласны? Теперь моим множеством S становится вот эта вот штука. Ага. То есть у меня фиксируется теперь 0, 3, 1. Давайте смотреть от двойки. От двойки я могу хоть куда-нибудь попасть. Ну никуда. Поэтому у меня остается бесконечность 7, 8. Какое минимум из них? 7. Смотрим дальше. 7 у меня относится к 4. То есть у меня вот так еще добавляется. Окей. Поехали. У нас будет 0, 3, 1, 7 уже зафиксировано. Теперь я смотрю просто расстояние до первой вершины и до пятой вершины. Правильно? Правильно. Из 4 в пятую вершину я попасть никак не могу. Ничего не происходит. А вот в единичку могу. И у меня будет 7 плюс 2. Согласны? Вот это расстояние 7 до 4 плюс 2. Здесь будет 9. Ну и пятерка у меня остается 8. Смотрите, чтобы было какой-нибудь интрига, мы можем добавить еще одну ребровую так. Какое хотите число? Нельзя. Мы пока говорим про неотрицательное. Ну давайте... А, давайте 4. Сейчас, подождите. Я подумаю 4. Нет, 4 не прикольно. Давайте 0. Хорошо? Неотрицательное. Вот. Смотрите, у меня зафиксировано 0, 3, 1, 7. 8. Фиктирую. 8 это последний элемент. Правильно? Мы смотрим до первого элемента, чтобы обновить. Что мы смотрим? Ага. У меня здесь было 9, а я могу пойти через нулевое ребро, и тогда у меня от 8 будет 8 опять. Получается, я делаю 0, 8, 3, 1, 7, 8. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это зафиксировано, вот это остается. Ну как бы от него никакие ребра уже не идут, мы уже все рассмотрели. Понятно? Как работает алгоритм Dijkstra? На что похоже? Или ни на что не похоже? На прям похоже? Ну, по сути своей, у нас есть вот эти некоторые разрезы. Мы берем минимальное ребро, впихиваем его и смотрим. Здесь, по сути, такой же алгоритм, почти что. Просто смотрим на минимальное расстояние уже. Вот. Здесь тоже был пример, но чуть более сложный. Я думаю, я боюсь его вам долго расписывать. Вот. Корректность. Тот, кто сомневался, что Dijkstra работает. Давайте докажем корректность. Если мы говорим, что ребра у нас, у графа неотрицательны, то по завершению работы алгоритма у нас будет все корректно. То есть расстояние, то, которое мы найдем, будет минимальным расстоянием. Как это все доказывается? Мы будем доказывать индукции по числу итераций. Смотрите. Ну, база индукции, нулевая вершина, нулевое расстояние, оно минимально. Согласны? У меня нет отрицательных ребер, отрицательных циклов. Значит, не может быть. Значит, все хорошо. Окей? Вот. Теперь давайте про переход. Смотрите. Мы говорим, что любой вершины V из S, то есть вот, которая у меня уже находится в моем множестве S, оно вверхно. Ну, то есть вот это наше предположение индукции. Окей? Окей. А рассмотрим кратчайший путь из S до U. Что такое U? Что такое S? Ну, смотрите, ну как бы. S это что-то из множества, которое у нас уже верное. U это другой разрез. Угу. Какое-нибудь S, тут S это то самое начальное число, а вот U тут какая-то вершинка. Окей? Этот кратчайший путь должен пересекать данный разрез. Правда? По какому-то ребру. Ну вот, типа, здесь еще может продолжаться путь, но когда-нибудь он придет. Вот. У нас есть, то есть, некоторая вершина X, некоторая вершина Y. Вот он, этот путь. Тогда, ой, 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 ой. Тогда мы точно с вами знаем, что вот если мы рассмотрим весь этот наш путь, который у нас есть, до вершины, например, Y. Поэтому кратчайшем пути. Согласны, что другого кратчайшего пути, в принципе, не должно быть. То есть, если у меня кратчайший путь проходит через Y, то этот кратчайший путь и будет до Y тоже. Или нет? Или да? Да. Вот. А чему у меня равно вот этот вот кратчайший путь до нашей вершины Y? От S до Y. Ну, он складывается из ρSX плюс вес нашего ребра XY. Согласны? Правда? Правда. Теперь смотрите, по нашему предположению индукции, в S все корректно. Поэтому ρSX это то же самое, что DX. Согласны? Согласны. Вот. И получается, у нас к этому DX добавляется вес нашего ребра XY. Отлично. У нас все это получилось. Теперь вопрос. Что мы можем здесь еще дополнительно к этому всему сказать? Что мы должны как-то вычислить вот этот DY и сказать, что он равен тому, что нам необходимо. DY как вычисляется? DY вычисляется из старого какого-то значения, либо из DX плюс XY. Вес этого XY. Хорошо. Все нормально здесь с одной стороны. Но, когда мы на это все смотрим, то в действительности мы получаем, что у нас будет равенство уже, что DY у меня будет равен DX плюс вес XY. Почему? Потому что у нас это расстояние D, оно явно всегда больше либо равно, чем минимальное расстояние. Согласны? Вот. Из-за этого DY не может быть меньше, чем DX плюс вес XY. С точки зрения реализации. Реализация бывает с поиском минимума пирамиды, с помощью минимума наивно, с помощью минимума фибоначевой пирамиды. Все ровно то же самое, что было у вас где? Приме. Аналогично ровно тому, что происходило. То есть вы можете делать за E лук V, за E плюс V лук V и так далее. Ну, как бы оно происходит вот аналогично. Ну, а если просто искать минимум, то это E плюс V квадрат. Когда что лучше делать в DX, то здесь уже думать вам самостоятельно. Ну, как бы вот здесь ровно то, что мы с вами когда-то говорили еще в Приме, что в разреженных графах можно и нужно использовать бинарные пирамиды, в плотных графах использовать массивы. Сами по себе. Окей? Принято. Вот. Теперь представьте следующее. У нас существуют отрицательные ребра. Отрицательные ребра — это беда. Чему не будет работать D extra? Да, вся проблема будет в отрицательных циклах. То есть если у вас есть некоторый цикл, и даже не то, что цикл, у вас может быть путь просто отрицательный. Например, tutul. Вот такое. У вас сюда расстояние там 7, сюда расстояние 10, а вот здесь будет расстояние там минус 100. Ну здесь, а, ну здесь будет. Нет, вот так. Цикла не будет. То есть до этой вершины минус 90, вообще кратчайшее расстояние. Алгоритм же D extra сам по себе работает на основе жадного алгоритма. То есть он берет минимальное ребро и забирает его себе. И забирает эту вершину. Именно из-за этого это так работает. Поэтому с отрицательными ребрами здесь нужно всегда быть аккуратным. Если мы с вами говорим, что есть отрицательные ребра, то D extra начинает не работать. Мы зафиксируем же, да. Смотрите. У меня будет... А, что там? 0, 7, 10. 7 фиксируем. Говорю, что сюда расстояние 7. И больше я не обновляю это. Вот. В этом всем проблема. И если бы мы с вами в действительности искали даже простые кратчайшие пути, то это была бы проблема с NP-полными задачами. Ой, с NP-полной задачей, то есть мы не решали бы быстро, хоть за какое-то нормальное время. Решали бы за какой-то дикий поленом. Это не круто, это не прикольно. И в этом вся проблема. В действительности задача поиска кратчайшего пути хоть как-то корректна, если в графе нет отрицательных циклов. Логично? Логично. Если мы попытаемся с вами добавить отрицательный цикл, у нас совсем все ломается. Там минус бесконечности есть везде. Мы сколько хотим можем пройтись по этому всему. Поэтому здесь у нас есть некоторые вещи, которые мы должны с вами понимать. что эти отрицательные циклы мы должны фиксировать. Если они вдруг есть, мы говорим, что ничего не работает. Ну, потому что у нас просто отрицательные веса эти есть. Алгоритм Dijkstra не подходит. Мы с вами обсудили почему. Вот. Если вдруг вас просят на экзамене, вы говорите, ну, алгоритм жадный, не учитывает чуть-чуть побольше путем. Все. Это конец. И с алгоритм Dijkstra, к сожалению, нужно придумывать, что делать. Что? А, нет. А какой потенциал вершины? Придумаешь, скажешь. Да, мы такую задачу рассмотрим. Если потенциалы прибавлять, то да. Ну, если ввести потенциал вообще, в принципе. Вот. Но прибавить ко всем какое-то число не получится. У тебя путь может состоять там из пяти вершин или из одной. Ну, и из пяти ребер или из одного. Из-за этого у тебя будет разница от этих плюсов. Вот. Ну, в общем случае, пока что мы с вами говорим про алгоритм Форда Беллмана. Что это такое вообще за чудо? А, смотрите. Пусть у нас будут найдены какие-то пути из С в В. У нас есть Дист В и есть Дист У. И мы будем с вами брать и делать релаксацию ребер. Что такое релаксация ребер сама по себе? Ну, вот у нас есть вершина В, есть вершина У. Я говорю, что у меня из В в У есть ребро. Давайте с вами проверим, что расстояние в У будет не больше, чем Дист от В плюс вот это ребро, которое мы делаем. То есть, смотрите. У нас есть некоторая вершина В, некоторая вершина У и вот какое-то ребро. ну, не знаю, там, с весом Омега. Релаксации. И я говорю, что сюда расстояние от Д от У, сюда расстояние Д от В. Я говорю, что ага, проверим, если у меня Д У будет больше, больше, чем Д от В плюс это Омега, тогда я сделаю релаксацию ребер и скажу, что расстояние до моей У равно вот этому. Логично? Логично. То есть, я говорю, что да, бесконечность была, давайте сейчас что-нибудь с этим сделать. И вот это называется релаксацией ребер. И алгоритм Форда Беллмана говорит нам следующее. Согласны ли вы с тем, что любой кратчайший путь, если у меня нет отрицательных циклов, например, он состоит не более, чем из В минус одного ребра? Согласны? Ну, как бы максимально вот развернем, получим такой путь. поэтому для нахождения всех путей достаточно В минус один раз отрелаксировать все ребра. Ну, смотрите. У меня есть в начале вот эта вот нулевая вершинка. Да? Я запускаю релаксацию ребер, и все вершины, до которых оно достает с расстоянием один, ну, вот расстояние, я имею в виду количество ребер, оно отрелаксирует корректно. Согласны? То есть у меня станет уже вот такой ну, вот вначале было вот такое, а теперь вот так. Дальше, когда я начну еще одну релаксацию, согласны, что вот это отрелаксирует корректно путь до всех вершин, которые находятся на расстоянии один от вот этих. А? Там не было кода. А, релаксация? True или False, а была релаксация или нет? Ну, что делает этот код? Он проверяет вот это, и если действительно так, и у меня расстояние до у больше, то так. Что? Окей. Вот. Ну, то есть, смотрите, мы прорелаксировали раз ребра, расстояние один нашли корректное. Согласны? Прорелаксировали еще раз, уже в расстоянии два зашли. Ну, в такую эпоху два, не знаю, как лучше назвать вам. Ага. И так далее. То есть мы вот это вот все продолжаем и делаем, и все становится чудесно. А так как у меня максимальный путь v-1, ребро, то v-1 раз я прорелаксирую все ребра и получу свой ответ. Ага. Есть вопросы? Вот. Поэтому в действительности алгоритм Форда Беллмана выглядит вот так. Еще раз, смотрите. Мы не решаем проблему цикла. Мы решаем проблему отрицательных ребер. Если есть отрицательное ребро, не означает, что будет цикл. Смотрите, с точки зрения отрицательных ребер, представим следующую, вот опять же, вот эту картину. У меня первое это 0, что там, ну, бесконечность, к примеру, бесконечность, да? Я делаю релаксацию, я релаксирую вот от этого ребра ко всем остальным. у меня получается 0, 7, 10. Ага. Я запускаю еще одну релаксацию, потому что у меня в минус один раз должно быть, два раза хотя бы. 0 остается нулем, до 7, вот здесь, до первого элемента, у меня здесь 7, а здесь у меня получится 10 минус 100, поэтому будет минус 90, ну, а до 2 10 так было, так и осталось. вот проблема решена. Поэтому алгоритмурт Беллман вот такой. Сложность у него в Е, то есть в плотных графах работает за В-куб. Не круто, но как есть. Ага. Есть тут вопросы? Нету вопроса. Чудно. Вот. Давайте докажем корректность. Почему если у нас в графе отсутствуют отрицательные циклы, то по завершению алгоритма у нас будет все правильно. Ну, смотрите, рассмотрим какую-то произвольную вершину В и кратчайший путь до нее. Вот этот кратчайший путь, он состоит из вершинки S самой начальной, до этой вершины В. Окей? Ну, как бы обозначение понятное. Он состоит из нескольких вершинок. Покажем, что после катой итерации, ну, вот здесь вот сейчас, ну да, после катой итерации нам нужно доказать, что вот то, что я говорил, что мы вот ходим по вот этим вот уровням, и оно становится корректно. Это будет минимальный путь. И тогда это будет все правда. Ну, как бы как это можно сделать? Ну, по индукции. Для базы у нас понятно. Теперь мы смотрим на переход. Пусть у нас на к-1 итерации все корректно. Предполагаем, предполагаем, отлично. Значит, на к-1 итерации у нас будет релаксировать ребро vk-1 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 правильно? Если оно релаксируется, то у нас вот это расстояние будет правильное, потому что оно входит в кратчайший путь все еще. Согласны? Вот. А значит у нас все правильно. Вот как-то так. то есть вот это вот то, что написано, dist от vk равно dist от vk-1 плюс ωk-1 vk. То есть оно отрелаксировалось. Так как оно входит в кратчайший путь, это все хорошо. Мы говорим, что ρ от s vk-1 это как раз минимальный кратчайший путь, точнее d от s до vk-1 плюс вот это наше ребро. И мы получаем, что мы находим этот самый кратчайший путь. Все. Ford Bellman очень легко доказывается. А вот теперь смотрите. А как нам определить, что у нас есть цикл отрицательного веса? С помощью алгоритма Ford Bellman. Подряд? Да. Давайте сделаем на одну релаксацию больше. v-1 это максимальный простой путь. Его длина. Согласны? Давайте запустим еще раз релаксацию всех ребер. И в случае, если эта релаксация произошла, то у нас есть цикл отрицательного веса. Вот и все. вот поэтому мы просто делаем таким вот моментом. Просто вот этот кусок надеюсь, что вам достаточно понятен и прост должен быть. Окей? Окейшки. то, что алгоритм действительно найдет кратчайший путь корректа, ну, а если у нас нет кратчайшего пути, ой, если у нас нет цикла отрицательного веса, то все понятно, мы с вами доказали корректность только что, он вернет правильно. Вот если у нас есть отрицательный цикл какой-то, ну, тогда это делается аналогично тому, что мы делали с вами ранее. мы строим вот этот путь, смотрим, что у нас там происходит и смотрим, ага, что у нас расстояние будет по какой-то сумме отрицательное. Почему? Потому что мы еще раз прорелаксировались и сделали какой-то путь больше, чем k-1, чем v-1. Тогда вам задачка наподумать, а что нам сделать с отрицательными ребрами так, чтобы мы могли запустить дейкстру. Задача, сразу скажу, нетривиальная. Тогда, в принципе, все. Хорошего вам вечера. Все. Пока-пока.